В эфире РБК УФА. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главная информация с центрального события этой недели в регионе Дней Республики Крым в Башкортостане. Делегация из Крыма посетила ряд успешных предприятий и учреждений башкирской столицы. Среди них Фармстандарт Уфа Вита, Авиационный университет Уфимкабель и ряд других. На Уфимкабеле гости ознакомились с полным циклом производства. В прошлом году завод переехал из центра города в Дему. Это помогло увеличить не только площади цехов, но и мощность всего предприятия, отмечают в руководстве. В этом году совместно с итальянскими партнерами будет запущено производство новых видов кабеля, который выдерживает большие температуры и предназначен для ракетных двигателей. Здесь заявили о том, что контрактов с Крымом пока нет, но есть надежда на их появление. Планы к сотрудничеству с Крымом, конечно, есть. Мы ищем выходы на потребителей. Сейчас у нас процентов 15 есть экспорта, и я думаю, мы его будем наращивать. Причем, что с учетом того, что мы построили новый завод и новопроизводственные площади, при этом закупили новое оборудование, которое производит, хороший кабель, который не имеет аналога в России. Поэтому я думаю, что спрос будет. Башкортостан рассматривает Крым как надежного и перспективного партнера в различных сферах, в том числе и в реализации совместных инвестиционных проектов. Об этом заявил глава региона Рустем Хамитов на встрече официальных делегаций двух республик, которая прошла в рамках Дней Крыма в Башкортостане. Сотрудничество между двумя регионами будет развиваться по 12 направлениям. Среди них торгово-экономические отношения, инвестиционная политика, энергетика, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и другие. Все эти направления сведены в специальный план, который руководители двух субъектов подписали в ходе встречи. Отмечу, что товарооборот между республиками по итогам 2015 года приблизился к 3 миллиардам рублей с ростом почти в три раза к уровню 2014. Это имеющаяся информация. По мнению руководителей регионов, тенденция продолжится. За три последних года Башкортостан оказал поддержку Белогорскому району Крыма почти на полмиллиарда рублей. Деньги пошли на ремонт социальных объектов, инфраструктуры ЖКХ, а также поддержку населения. Мы будем продолжать шество над Белогорским районом. Кроме того, будем участвовать в инвестиционных проектах, которые реализуются на территории Республики Крым. Я уверен, что появятся резиденты из Республики Башкортостан в свободной экономической зоне Крыма и так далее. Сегодня мы подписали план выполнения соглашения, который был еще утвержден нами Сергеем Валерьевичем в 2014 году. Этот план предусматривает огромное количество разного рода мероприятий, как мы говорим. А это будут реально практические действия. Они будут заражаться конкретными результатами, построенными объектами. Мы уже договорились о том, что делегация Башкортостана в АЛС Руслан Закевичем 8 июля приедет Республику Крым. Соответственно, это будет не только культурные мероприятия, а это в том числе будет обсуждение ряда экономических проектов. Поэтому отношения динамично развиваются. Друзья, спасибо вам большое за все, за понимание, за поддержку. Уверен, что все это именно идет в правильном русле, в правильном направлении. Дни Крыма стартовали сегодня утром с подведения итогов Ялтинского международного форума. В этом году событие собрало рекордное количество участников свыше 2000 человек, в том числе 200 иностранных делегатов из 46 стран мира. Объем инвестиционных соглашений превысил 100 миллиардов рублей. Взаимодействие таких регионов Башкортостан, который может проводить международные мероприятия и проводит Крым, который становится сегодня визитной карточкой России в некотором смысле и проводит такое крупное мероприятие, взаимодействие таких регионов только на пользу пойдет и будет идти как гражданам республики, так и Крыма. И проведение здесь дней Крыма в республике Башкортостан – это некая дополнительная презентация потенциала Крыма перед этим сильнейшим, богатейшим регионом, регионом республики Башкортостан. Сегодня было принято решение о датах проведения 4-го Ялтинского форума с 19 по 21 апреля. Уверены, что и башкортостанцы, бизнесмены, инвесторы и руководители региона примут активное участие в следующем форуме. Сергей Валерьевич Аксенов для этого сюда и приехал, чтобы пригласить персонально башкортостанцев для участия, для приезда, для отдыха и на работу в Крым. В составе деловых кругов Крыма представители туристической индустрии. Как рассказал министр курортов и туризма, в прошлом году Крымский полуостров посетили свыше 5,5 миллионов туристов. Рост на 20% по сравнению с 2015. Что же касается туристов из Башкортостана, их количество, по оценке экспертов, в этом году вырастет почти на четверть. Основное преимущество перед зарубежными курортами здесь предлагают не только отдых, но и оздоровление. Сегодня Крым открыт и для отдыхающих, и для инвесторов, говорят власти. Представители туриндустрии Крыма, в свою очередь, заинтересовались туристическими зонами Башкортостана. Башкирия пришла одна из первых на помощь Крыму. В 2014 году мы очень ценим это, мы очень благодарны и жителям, и руководству Башкирии. И мы надеемся, что башкирский бизнес найдет свое место на территории Крыма. Притом в преддверии уже в следующем году открытия нового аэропорта, который даст возможность увеличить туристический поток 6,5-10 миллионов туристов. И открытие нашего Крымского моста, который мы ждем, который в корне поменяет всю ситуацию на полуострове. Потому что возможности, которые таит в себе данный логистический узел, они просто колоссальны. Приезд уже конкретных операторов, конкретных хозяев бизнеса, это всегда контакты, которые потом можно реализовать в виде взаимного потока туристов. Понятно, что Крым это все-таки в основном лето. Мы же их приглашаем на ближе к межсезонью и на зимние виды отдыха. И вот судя по тем первым ощущениям, наши горнолыжки, наша легенда Урала, бурзианский класс, это все крайне интересно. О новостях у меня пока все. Далее смотрите большой отчет Ялтинского международного экономического форума 2017. Ялтинского международного экономического форума 2017.